Как тебя в России называют? Саша, Санёк, Саня, Александр, Алехандро, Александруша. Я жил в Ассейнах, в Бухаресте, в Будапеште, в Вильнюсе, в Италии, в Берлине. Макс, ты встань вон туда, вот, вишь, где там мокрое пятно, и оттуда снимай. А мы вот так мимо пройдём, посредине. То есть ты ради девушки второй раз в Россию вернулся или сам по себе? В России я был, Владимир Суздал, в Москве, Питере, Орел. А Кастанеду ты читал? Да, читал. Испанский, немецкий, английский, французский, итальянский. У меня был страх, когда я здесь приехал, что люди будут рацисты со мной. Потому что я слышал, что, ну не знаю, о Германии я много слышал, что они ещё нацисты, например. Где ты родился? Ну, я родился в Мексике, в Гуадалахаре называется город. Это большой город? Большой, да. Там есть 7 миллионов, я думаю. Кажется, что есть три разные Мексики, которые бегаты, которые тоже индейцы и которые нормальные, я думаю, средние. А индейцы отдельно живут или вместе с остальными? В моём городе, я думаю, что там раздельно. Но в Мексико-сити там, например, вместе. Университет я сделал здесь, в Германии. Там я начинал, сделал философию и политическую учёбу. Что ты сам думаешь про Мексику, про страну, про культуру, как ты это видишь? Ну, это трудно сказать, потому что я там родился. Это чуть-чуть как дома для меня, но не точно, где я чувствую себя дома тоже. Мне нравится, я думаю, что там очень интересно. У меня там есть семья, друзья. Я родился, там было тоже интересное время, когда я был ребёнком. И, ну, культура мне нравится тоже. Я просто там не оставил, потому что мне интересно было открывать другие места и другие страны, просто другая культура. Когда у меня было 18, я это первый раз был в Европе. И я думал, вау, это точно интересно, это точно разное, как там в Мексике. Я всегда хотел переехать, а я просто не знал, куда. А Кастанеду ты читал? Да, читал, читал. Что ты скажешь про этого автора? Мне очень интересно, но я думаю, что мне более интересно, что иностранцы едут в Мексику, чтобы найти эти опыты, я думаю. И мне кажется, что Кастанеда, он более известный, не знаю, в России или в Европе, чем там прямо в Мексике. Более известный. Ну да, да. Интересный момент такой. А ты учился на музыканта? В Мексике еще? Ходил в музыкальную школу или в консерваторию куда-нибудь? Ну, в консерватории тоже джаз-школа. То есть ты параллельно и в университете учился, и в консерватории? Да, одновременно. Абалдеть. Там музыкальная школа, потому что, ну, я хотел, мне больше интересно было писать свои песни. Да, 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 да. И там это было все, много структур, права. А любимые группы какие у тебя? Есть группа, которая мне очень нравится из Аргентины, они... Это Сарухиран, не знаю, если знаешь. Как Сарухиран? Сарухиран, Чарли Гарсия, не знаю. Он не очень известный там в России, может быть, но из России, например, мне очень-очень понравилось точно кино и аквариум. А чем понравились эти группы? Как я себя чувствовал, как я это первый раз слышал. Например, я помню, когда я первый раз слышал The Beatles. The Beatles, может быть, они самые любимые вообще. Но это очень лично, это очень близко ко мне. Тогда, да, и первый раз, когда я это слышал, я сказал, вау, это прекрасно, это вообще прекрасно. И тоже там, когда я был, первый раз, когда я слышал кино, я находился там в Питере. И спросил просто подругу, ну, давай, что меня советуешь слушать. Она сказала, ну, может быть, кино, Виктор Цой, может быть, тебе будет нравиться. Я слышал это, и это было что-то, что такое похожее, как я первый раз слышал Джон Леннон, Пол Маккарни, самая ситуация. Самый красивый город, который я видел в Европе, это был Санкт-Петербург. Ну да, да. Это очень, очень, очень прекрасно. А как тебе общага, в которой ты живешь? Как мне? Общежитие. Всегда хорошо, всегда хорошо. Это было, я соскучился, что там, в Мексике, у меня было возможности просто гулять, и там на улице познакомиться с человеком. И, ну, здесь, в Германии, например, это не очень работает. И там, когда я, ну, когда это происходит, там, в Питере, я просто сказал, привет, меня зовут Александр, потому что я, ну, я вообще русский не умел говорить. Угу. И они всегда помогали, они всегда, даже если они на английском не говорили, всегда помогали. Угу. Ну, почему-то здесь, ты откуда, и потом, да, ну, всегда очень приятно. Угу. Да, прекрасно. Все открытые двери, я думаю. Угу. А русский язык ты там начал учить, да? Да. Там начал учить. У меня такие планы тоже были. Сложно было сначала или нормально? Очень сложно. Очень сложно, да? На курсы ходил, наверное. Да, да, там в университеты ходил, и, да, очень-очень сложно, честно говоря. Я подумал, что может быть помогать, что я учил, ну, на немецком, и я подумал, окей, немецкий очень сложный язык. И да, кстати, да, сложный, но я думаю, русский сложнее, потому что там... Ты расскажи, что тебя мотивировало-то больше всего учить русский язык? Ну, тогда это была любовь. Ну, да. Просто познакомился, ну, познакомился с девушкой там, в Питере, там, в Невский проспект. И, ну, хотел разговаривать с ней на английском всегда, но не очень работал сначала. И сначала, ну, я подумал, что, окей, надо будет, что я буду изучать точно русский. Угу. И потом это была еще раз интуиция, я думаю, точно. Вдохновение, это из любви. Из любви. Да. И, ну, мне очень интересно, что там природа очень-очень красивая просто. Природа, я чувствую себя там точно дома, я не знаю, как это объяснить. Это случилось уже до, что мы познакомились с этой девушкой, но я точно, когда я там первый раз приехал, и видел всю природу там, я чувствовал себя хорошо. Ну, я не очень религиозный, я там в церкви никогда не, ну, постоянно не буду там здесь в Германии или в Италии, не знаю, в Европе вообще. Но когда я там в России, мне просто нравится быть там, это эстетика очень красивая, золотой везде. Это очень странно для меня. Я никогда не видел, что такое похожее. Тогда ощущение, там энергия, есть что-то очень интересное. И, ну, да, конечно, там в городе просто погулять, но это вообще разное, чем в Европе. Иногда кажется, да, это Европа еще, но ощущение вообще другое, я думаю. По-моему, люди там честнее, чем там у нас в Мексике, например. Иногда, конечно, есть по-разному всегда в езде, но опыт, который у меня был, ну, было всегда позитивно. А честнее в чем? Искреннее, Миша? Да, искреннее, потому что у нас так бывает, я думаю, что мы не говорим прямо. Алехандр, Питер или Москва? Москва. Почему? Ну, там живет девушка тоже. Я думаю, что из-за этого, и я лучше знаю Москва, я жил в Питере, да, и мне очень нравится, но я думаю, что там жизнь в Питере сложнее, потому что, когда я там работал, музыкантом тоже, но зарплата лучше в Москве, и в Питере зима там трудно. У меня пришла депрессия почти, и я не знаю, откуда, потому что у меня проблемы с душами не были, проблемы с собой точно не были. Просто ветер, снег, это была проблема, и всегда очень... И минус 20, да? Или нормально? Ну, нормально, холод я люблю, честно говоря, но просто ветер, не знаю, если что, то очень тяжело там. Природа у Москвы тоже очень-очень красивая, и тоже, ну, церкви много есть, которые мне очень интересно было. Есть другое ощущение, другая энергия там между Москвой и Питером. Ну да, да. И я не знаю откуда, но я просто себя лучше почувствую там в Москве. Мне очень нравится там гулять по городу просто. Угу. Погулять, 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 и... Ну, парк там классный, мне кажется. И, ну, на электрической тоже можно доехать в прекрасный город, и тоже, недалеко. Когда приехал я, там в аэропорт всегда были проблемы, но это везде. Но в России это сложнее, не знаю почему, но просто может быть бюрократия, там контроль, ну, граничный контроль, да? Граничный контроль. Граничный контроль, там, ну, просто трудно. Они спросили всегда, ты откуда? Что ты делаешь? Вам что надо здесь в России? Почему вы так часто? Почему у вас есть только, ну, так много висей? И я просто сказал, ну, я хочу здесь, ну, это просто vacations. Иногда даже не хотел говорить на русском, потому что я думал, что если я на русском говорю, они будут спросить у меня еще вопросы, 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 вопросы. И они тоже не очень разговаривали на английском тогда, да. Но всегда очень много вопросов было. Я не понимаю, почему у нас в Латиномерике, например, виза не надо вообще для путешествия в России. Но который из Мексики надо, потому что у нас есть близкие отношения с США. И вот поэтому это трудно. Когда я спросил там людей в России, что вы слышали в Мексике, они сказали то, что самые наркотики, опасные районы, опасные страны. Тогда, может быть, там в аэропорте, они подумали, ну, самое. Я музыкантом, да, работаю там. Гитаристом? Гитаристом, да, как сэшен, мюзишен, тоже на студии работаю. Где работаешь? На студии. На студии работаешь? Да, здесь в Берлине. То есть ты записываешь для кого-то или для себя? Да, да, да. Для себя иногда, но когда это работа, тогда для кого-то. То есть ты настолько классно, хорошо играешь, что прям студийный музыкант. Ты же самый высший уровень. Слушай, да, так. А в барах выступаешь? В барах, в клубах? Да, когда концерты есть, да. У меня точно есть проекты, но это проект в зависимости от коллаборации с другими музыкантами. Понятно. Тогда, если есть концерты, тогда мы собираемся сыграть, сыграем и все. Какую ты музыку любишь? Какое направление? Джаз, рок, блюз? Джаз, рок, блюз. Я думаю, что больше рок. Но сейчас у меня, как здесь классическая гитара, я думаю, что больше играю типа что-то world music. Писал две песни на русском, но это не очень. Потому что сложно еще писать на русском. Ну да. Когда я пытаюсь прочитать книгу, например, это мне еще очень-очень-очень сложно вообще. Тогда я не чувствую себя уверен, когда я пишу на русском. Тогда я больше пишу на английском, и тексты тоже больше на английском. Когда я пишу на испанском, это более как стихи и литературу. Откуда у тебя мотивация, откуда у тебя муза возникает песни написать? И как этот процесс происходит? Когда ситуация, когда что-то происходит у меня в мысли или в сердце, я просто чувствую, что мне надо что-то сказать. Это что-то мне надо сказать не вообще для всех. Это просто или для меня, для себя, или для человека, о котором я думаю. Тогда, когда просто у меня есть много мыслей в голове, я чувствую, что нужно точно сказать что-то. И я не буду спокойным, если я не пишу. Тогда вот так. А слушай, а вот если бы, допустим, ты влюбился бы, да? Да. Тебе надо было поменять религию и взять ислам. Ты бы взял бы ислам? Я думаю, что да. Если бы тебе такое условие поставили. Ну да, любовь, это такая свиная сила. Ну да. И все, вообще... Ты космополит или ты мексиканец? Или ты кто? Ну я, Александр. Александр. И все. Слушай, а ты говорил-то, что ты еще думаешь в Россию вернуться? Я буду вернуться, да. Ты вернешься еще, да? Скорее всего, если все будет хорошо, ситуация со мной и с моей жизнью там, я думаю, что в июле. В июле. В июле. В июле. Угу. То есть ты можешь себе представить жить в России, да? Могу, да. Угу. Интересно очень. Да. Такая вот история. Такой музыкант. Алекандро. Очень. Я очень рад, что мы тебя встретили. Я тоже. И... Хорошо. Пообщались. Приятно было узнать твои истории все. Спасибо вам. Вот. Я тебе желаю успехов в творчестве и в личной жизни, чтобы у тебя все получилось там, где ты хочешь. Здесь, там, там, где надо. Спасибо большое. Давай. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok